В эти дни специалисты-эндокринологи особо уделяют повышенное внимание доступности медицинской помощи для детей с сахарным диабетом. Как известно, в нашей стране завершился проект исследования под названием «Дети тоже болеют диабетом». Проект был реализован в этом году. Его цель – улучшение компенсации сахарного диабета первого типа у детей, которые находятся в интернатных учреждениях, какого возраста дети изучались специалистами, какие регионы были в поле зрения врачей. На эти и другие вопросы ответит наш специальный корреспондент Михаил Волков. Он внимательно слушал выводы специалистов. Миша. Саша, здравствуй. В проекте приняли участие дети в возрасте от 4 до 18 лет из 4 регионов страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области. Главное, на что обращали внимание специалисты, проводя данное исследование, это уровень подготовки эндокринологов в интернатах, качество обучения детей с сахарным диабетом и уход за ними. Начнем с проблем, которые удалось выяснить. Слушаем. Самые распространенные проблемы – организация питания в интернатах с учетом диагноза детей, обучение персонала и сопровождение ребенка после его пребывания в детском доме. Однако большую часть недоработок удалось ликвидировать благодаря индивидуальной программе, которая была специально разработана федеральными экспертами для проекта «Дети тоже болеют диабетом». Таким образом, следуя рекомендациям, эндокринологи в регионах смогли сами провести необходимые наблюдения за детьми в интернатах и обучить их специальным навыкам, чтобы сахарный диабет не повлиял на их качество жизни в будущем. Для этого маленьким пациентам были выданы устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови. В крови это крайне важно, поскольку сахарный диабет – коварная болезнь, протекает незаметно, без боли, но сопутствующие проблемы со здоровьем могут привести к преждевременной смерти. По последним данным, опубликованным на сайте проекта «Дети тоже болеют диабетом», почти в половине случаев диагноз ставится на фоне жизнеугрожающего состояния – диабетической комы. Появление вот этих современных всех средств, гаджетов, оно очень помогает обучению. И слава богу, что есть отечественные компании или локализованные иностранные компании, которые выпускают самые современные средства самоконтроля. Это глюкозы крови, в том числе, я уже говорил, с передачей, онлайн-данных врачу или родственникам. Появляются уже инсулиновые помпы отечественные, и есть помпы уже в мире с так называемой обратной связью, которые помогают контролировать диабет. Но всему этому, почему я вернулся, надо обучать. Просто вот дать технические гаджеты в руки и не обучить – это трата денег. Хорошо оценили эксперты проекта «Дети тоже болеют диабетом» и социальную среду в интернатах. Здание и помещение учреждений находится в надлежащем состоянии. Есть возможность для досуга и спортивных занятий. Атмосфера комфортная. Когда в интернат приходят гости, дети реагируют естественно. Однако есть одна специфическая проблема. Проблема в том, что детей очень, можно сказать, излишне жестко ограничивают в каких-то сладостях и дополнительном питании. Режим питания у детей с сахарным диабетом немножко соответствует устаревшим каких-то подходам, когда нужно ограничивать и не разрешать никаких дополнительных сладостей. Когда спонсоры очень часто приходят в детские дома, устраиваются праздник, пирожные и так далее, ребенок с детским сахарным диабетом должен либо сидеть в сторонке, либо ему могут просто дать кусок хлеба. Еще одна проблема, с которой сталкиваются дети с сахарным диабетом, проживающие в интернатах, отсутствие возможности отдохнуть летом в лагере. В ходе опроса ребят выяснилось, их просто туда не берут. Причин несколько. В лагерях отсутствует подготовленный медперсонал, меню в столовых не подходит для диабетиков, а оказывать таким детям повышенное внимание, вожатые не в состоянии. Этот вопрос уже не раз обсуждался экспертами на федеральном уровне, однако решить его пока не удается. Есть проблемы и с реализацией в стране образовательного проекта для детей с сахарным диабетом в школах. Но здесь наметились положительные тенденции. Они какое-то время раньше существовали, пока работала раньше первая федеральная целевая программа сахарный диабет, а потом, когда федеральная программа прекратила, то как-то и школы стали, в общем-то, запустевать, да, оплаты обучения нет, они стали работать на функциональной основе, фактически на энтузиазме врачей-эндокринологов. И вот сейчас мы хотим все это возобновить, и договорились с фондом обязательного медицинского страхования, что будут тарифы специальные на проведение школы для пациентов с сахарным диабетом. Вот услуга так прямо точно и называется. Особую важность в состоянии качества жизни ребенка играет уровень информированности о сахарном диабете его родителей или, в данном случае, воспитателей интерната. Однако здесь похвастаться особо нечем. Последние данные говорят о том, что только половина семей смогли предпринять необходимые меры и отвести ребенка к врачу до развития гликемической комы. При этом почти все родители наблюдали у своего ребенка основные симптомы сахарного диабета до постановки диагноза. Саша, ну а что касается еще официальной статистики, то диагноз «сахарный диабет» в России имеют больше 42 тысяч детей в возрасте до 17 лет. При этом необходимо помнить, что уровень медицинских технологий и фармацевтики сегодня позволяет сохранить качество жизни ребенка. Главное – вовремя обращать внимание на здоровье и в случае необходимости обращаться к врачу. Спасибо, Миша. Это был наш специальный корреспондент Михаил Волков. Ну а сейчас с нами на прямой связи научный руководитель Института детской эндокринологии, Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, главный нештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России, заведующая кафедрой детской эндокринологии, диабетологии Валентина Петеркова. Валентина Александровна, приветствуем вас. Здравствуйте. 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 Как все-таки сегодня в нашей стране Институт благотворительных организаций и НКО интегрирован в процесс решения проблем с детским сахарным диабетом? Вы знаете, я пользуюсь случаем, хочу сказать большое спасибо, что действительно многие у нас есть спонсоры в виде банков. Альфа-банк, ВТБ-банк, благотворительная организация, культура и благотворительность. Есть частные благотворители, которые жертвуют деньги, помогают детям с сахарным диабетом. Во многих регионах то, что не хватает детям, покупаются благотворители. Ну а кроме самой помощи конкретным маленьким пациентам, надо решать и первопричины появления диабета. В частности, сладости и сладкая газировка могут спровоцировать развитие диабета. И какие еще существуют известные причины детского диабета? Вы знаете, нет никакой негазировки, ни сладости не провоцируют развитие сахарного диабета у детей. К сожалению, очень путают сахарный диабет у детей, это первый тип. А у взрослых основная, вот когда говорят про эпидемию сахарного диабета, это относится только ко второму типу. Это диабет тучных, который по пятам идет за ожирением у взрослых. У детей этого диабета практически нет пока. Если будет очень нарастать ожирение, оно имеет тенденцию к нарастанию, то мы, наверное, можем увидеть возрастание частоты встречаемости второго типа и у детей. Первый тип – это аутоиммунное заболевание. Это, можно сказать, воспаление поджелудочной железы, но скорее ее отдельных только клеток, бета-клеток, которые выделяют инсулин. И в результате этого воспаления гибнут эти клетки. Поэтому не от сахара бывает с сахарной диабет у детей. Хорошо, но а как решить тогда сложности с медизделиями и лекарствами? Существует ли такая проблема? Известно, что были сложности с обеспечением маленьких пациентов, и удалось ли эти задачи решить? Нет, вы знаете, у нас, к счастью, в стране вообще никогда всегда инсулин, и в советское время и сейчас инсулин выдавался бесплатно всем детям. Все дети были обеспечены инсулином. Никаких таких перебоев, чтобы инсулина не было, и где-то ребенок без инсулина страдал, такого не было никогда. Вот на моей памяти я больше 50 лет работаю. Но действительно, в предыдущие годы в основном мы у детей использовали зарубежные препараты, так называемые самые лучшие инсулины, от аналоговой инсулины, которые действуют близко к физиологическому действию здорового человека, здорового ребенка. Но последние годы импортозаврещения в отношении инсулина произошло очень успешно. У нас есть отечественные заводы, и прежде всего завод Герофарм, который выпускает прекрасные аналоги, не уступающие зарубежным. И, по моим сведениям, они готовы обеспечить, во всяком случае, детей точно, может быть, и всю страну. Ну вот в этом году исполнилось 100 лет с момента первого применения инсулина. Это произошло 11 января 1922 года, и мы подробно рассказывали в нашей программе об этой дате, известной дате. Вот интересно, что после этого открытия диагноз сахарный диабет перестал звучать как смертельный приговор. С точки зрения современных стандартов, первый инсулин животного происхождения не был идеальным лекарством. Это ведь так, и его требовалось вводить очень часто, а применение сопровождалось действительно с осложнениями. Как вы полагаете, почему все-таки проблема с сахарным диабетом так и не разрешилась после появления инсулина, и люди все равно страдают? Ну, значит, две проблемы. Раньше действительно первым типом все дети умирали от сахарного диабета. И, конечно, благодаря Бантингу и Бесту они ввели инсулин, и действительно 100 лет, как дети от диабета, от нехватки инсулина не умирают. И это действительно огромное достижение. Для того, чтобы понять, что диабет – это сахар в моче, потребовалось 8 веков. Для того, чтобы понять, что сахарный диабет связан с поджелудочной железой, потребовалось почти 19 веков. И вот это за эти 100 лет, для того, чтобы справиться, чтобы вообще вылечить болезнь, это, конечно, срок небольшой. Но я думаю, сейчас очень много, весь мир работает над тем, чтобы научиться предотвращать развитие диабета. И есть очень много программ, которые… Это все направлено на борьбу с этой иммунной реакцией, которая происходит у ребенка в бета-клетках. Пока есть много программ, они испытываются на больных. Это и до развития диабета, и когда он только развился. Но, к сожалению, пока ни одна из них не применяется в клинической практике, как действительно излечение от диабета. Но мы верим, что это будет в ближайшее время. Наука очень и очень продвинута в этом отношении. Но вот в специальной литературе и в СМИ есть рассуждение о так называемом умном инсулине, который бы подходил всем пациентам. Вот какова вероятность появления такого препарата? Да, фирмы есть. Кстати, не одна, но одна довольно продвинута. Что умный инсулин – это тот, который будет всасываться из ДПО. То есть мы ввели, сделали укол. Но инсулин будет всасываться не постоянно, как сейчас, а он будет всасываться в зависимости от уровня сахара крови. И так, как это у здорового человека. Я думаю, что мы в ближайшие годы будем его иметь в клинической практике. А используют ли научное сообщество цифровые технологии, искусственный интеллект для решения проблем с сахарным диабетом? В нашей стране существуют такие исследования? Да, конечно. Вот Фонд культуры и благотворительности, или программа Альфа-Энда, уже на протяжении нескольких лет использует это телемедицина, во-первых, для помощи больным диабетам, особенно в отдалённых регионах, когда ребёнок не может каждый месяц ездить к врачу. И это показывает высокую эффективность. То есть ребёнок, родители ребёнка пересылают врачу результаты своих измерений сахара крови. И врач меняется инсулин, помогает освоить. И как раз и обучение в этот момент происходит. Второе, мы по телекоммуникациям обучаем родителей, обучаем докторов. И вот если вы присоединитесь к нашей программе, которая спонсирует культуру и благотворительность, наша Российская Диабетическая Ассоциация проводит, то вы убедитесь, насколько родители много задают вопросов, как они спешат, мы делаем это во вне рабочее время, то есть вечером, субботу, воскресенье, и как они спешат на эту передачу. Да, я это прекрасно понимаю, потому что родители, которые сталкиваются с этой проблемой, с диабетом, если вдруг поставлен диагноз их ребёнку, то, ну, мягко говоря, паника. Ну, мягко говоря. По крайней мере, я это видел своими глазами. Поэтому это очень важно, то, что вы делаете. Вот какова вероятность, что в ближайшем будущем всё-таки инсулин не понадобится? Или такие ожидания, всё-таки утопия, как вы считаете? Ну, вот мы же с вами уже говорили, что если мы научимся, во-первых, точно определять, что вот у этого человека конкретно разовьётся диабет. Мы это почти умеем. Это, правда, очень дорого. Надо всё население обследовать, потом выявить тех, кто предрасположен к диабетам, потом его наблюдать, периодически делать анализы. Это довольно дорогие программы. И применение иммуносупрессивной терапии поможет предотвратить развитие диабета. Безусловно, это терапия будущего. Я верю, что я доживу до этого. Понятно. Но вот в рамках госпрограммы развития фармацевтической промышленности предлагается поддержать производителей отечественной продукции для диабетиков. Какого эффекта предполагается всё-таки достигнуть? И вы какой эффект ожидаете? Появятся ли отечественные системы мониторинга, помпы, расходники? Есть ли разработки в этой сфере? Разработок много, нужно сказать. Наша отечественная помпа ещё и 20 лет назад разрабатывалась. И, в общем-то, я их видела. И сейчас есть заводы, институты, которые готовят очень много научно-исследовательских групп, которые занимаются разработкой именно отечественных помп и отечественных аппаратов для непрерывного мониторинга глюкозы. То есть, вы знаете, на бытовом уровне это безыгольный глюкометр. То есть, тогда, когда не надо, колоть пальцы каждый день, понимаете? И это технология уже сегодняшнего дня, правильно, Валентина Александровна? Да, это уже сегодняшнего дня. Я верю, что в течение... Ну, наверное, надо несколько лет, чтобы до совершенства довести те помпы, которые уже предлагает наша промышленность, испытать их как следует, то есть, подправить и всё. И непрерывный мониторинг тоже сделают. Конечно, сделают. Спасибо, Валентина Александровна, спасибо за те ответы, которые вы нам дали. Ну, к вам очень много вопросов. Я думаю, вектор информационный мы задали родителям, прежде всего, детей, у которых проблемы с сахаром. На наши вопросы отвечала доктор медицинских наук Валентина Петеркова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова